Здравствуйте, меня зовут Синьор Панталоне. И сегодня я вам расскажу об удивительных фактах. Фактах и событиях, с которых все начиналось. Итак, друзья мои, как вы думаете, с чего начинался театр кукол? А началось все в 1927 году, когда сестры, художница Аделаида и учитель литературы, Милица, Знаменские, стали заниматься театром кукол. Кстати, в этом году в театре поселилась скульптура, которая стала воплощением одной из основательниц рязанского кукольного. Подробно об Аделаиде мы рассказывали в своих репортажах ранее. Тут интересный факт, что сестры стали основоположницами славной истории, далеко не случайен. Ведь рецепт кукольного театра – это как раз правильная смесь художественного и словесного, приправленная метафизическим. Да, природа вещей – это и есть та магия, благодаря которой в руках опытного кукловода актером может стать абсолютно любая вещь. Различие театра кукол в чем от театра драматического. В театре драматическом принцип устроен «я центр мира». Я вокруг себя как бы аккумулирую мир, и все работает на меня. А у кукольника, я вообще в театре кукол, я в центре мира. Я исследую мир, который вокруг меня. И я становлюсь вместе с этим, как одну большую конструкцию, из которой что-то выстраивается, и в которую я могу вписаться, либо стать чем-то, буквально сыграть стул, сыграть стол. То есть все живое. У кукольника все живое. За годы своего существования театр стал создателем и домом для сотен и тысяч кукол. Все они хранятся вот здесь. Кукла-хранилище. И у каждой своя история, свой характер и судьба. Первый раз в моей жизни я его ощущаю так ментально, наверное, гораздо старше себя, и сильнее, и спокойнее. Когда ты работаешь персонажа, и чувствуешь, как здорово, то есть туда, да, то, что человек прожил достойную жизнь, и он свободен по этому, потому что достойно прожил, знает, как должно быть. Это вот как можно искать какого-то, на кого когда вырасту, на кого я хочу быть похожим. Да, хорошая книжка, блин, вот Атикус Финч, вот классный персонаж, думаешь. Вот это такое же ощущение, вот так вот, вот это в жизни, хочется сказать. Эта кукла хорошо знакома взрослым театралам. Она из спектакля «Пегий пёс, бегущий краем моря», который получил главную театральную награду страны – золотую маску. В театре все художники, даже директор. Музыкальный коллектив, готовый к экспериментам, как в «Синей бороде», где живая музыка звучит от импровизированного ансамбля сотрудников, среди которых лишь один артист. Кукольники готовы и к сложным хореографическим постановкам. Да и вообще сегодня театр кукол – живая легенда. Традиции, профессиональные тайны и легендарные спектакли. Целый мир, большая часть которого скрыта от глаз зрителя.